Я поддерживаю, конечно, Путина Владимира, но она по-быстрее может заканчивать эту войну, захватывать, иначе он окажется в таком нехорошем положении. Сенат США единогласно одобрил закон о программе Ленд-Лиза для Украины. По такой программе в годы Второй мировой войны США поставляли вооружение, продовольствие, стратегическое сырье и материалы Англии, СССР, Китаю и другим государствам, защита которых признавалась важной для обеспечения интересов национальной безопасности. Нынешний законопроект о Ленд-Лизе пользуется двухпартийной поддержкой, поэтому в поддержке его президентам и палатой представителей сомнений нет. Программа принимается до 1 октября 2022 года с возможностью последующего продления. Что реально может дать Украине новый закон о Ленд-Лизе? Он максимально ускорит процесс поставок. США смогут присылать Украине военные товары в долг или в лизинг, то есть в долгосрочную аренду. Таким образом, необходимое вооружение и прочие товары можно будет сразу же везти в Украину, не требуя предварительной оплаты за них. А для такой оплаты приходится выделять дополнительные кредиты или финансовую помощь Украине. Теперь же бюрократическая волокита будет существенно сокращена. К этим напастьям надо относиться как к неизбежному. Расплачиваться за Ленд-Лиз, притом на очень льготных для Украины условиях, придется только после официального окончания военных действий. Использованную боевую технику можно будет списать, а уничтоженные в ходе боевых действий оружие и техника вообще не подлежат оплате. Неизрасходованные же товары, материалы и вооружения нужно будет либо вернуть, либо оплатить их по символическим ценам. Из тех вооружений, которые могут быть поставлены Украине по Ленд-Лизу в ближайшее время, можно назвать прежде всего состоящую на вооружении ряда восточноевропейских членов НАТО и Германии технику еще советского производства. Особенно системы С-300, а также другие ракетные комплексы ПВО, ракетные противотанковые комплексы, танки и артиллерийские системы. Если же война затянется, вероятными представляются поставки самолетов советского производства из стран НАТО, а в дальнейшем также и американских самолетов и другой боевой техники. В 1941-1945 годах сумма американских поставок по Ленд-Лизу составила чуть более 50 миллиардов долларов, из которых на долю Советского Союза пришлось 11 миллиардов 360 миллионов. На долю Англии 31 миллиард 400 миллионов. Это немало, учитывая, что в 1940 году ВВП США оценивался в 101 миллиард долларов. Поставки по Ленд-Лизу в СССР также осуществляли Англия и Канада. Все поставленные в СССР грузы, включая и те, что не дошли до пункта назначения, были оценены в 13 миллиардов 250 миллионов долларов. Вспомним сталинский тост, произнесенный 30 ноября 1943 года в Тегеране на торжественном обеде в честь дня рождения Черчилля. Я хочу сказать вам, что с русской точки зрения сделали президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Советский Союз может производить самое большее – 3 тысячи самолетов в месяц. А Англия производит от 3 до 3,5 тысяч в месяц. В основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, полученных по Ленд-Лизу, мы бы проиграли эту войну. У вас бы никого не было. По свидетельству Хрущева, Сталин говорил ему, что если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли. Один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну. Сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. И более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, собственно, что выяснится. Там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Эту тему официально у нас никто не затрагивал, продолжает Хрущев. И Сталин нигде, я думаю, не оставил письменных следов своего мнения. Но я заявляю тут, что он несколько раз в разговорах со мной отмечал это обстоятельство. Обманули. В ряде отраслей поставки по ленд-лизу имели критическое значение для советской экономики. В частности, легирующие добавки для производства брони практически целиком поступали по ленд-лизу. Из Англии, США и Канады поступило более трети всей взрывчатки, использованной в Советском Союзе в годы войны. Из США и стран Британской империи в СССР поступило более 55% всего использованного промышленности алюминия. Поставки меди составили около 82,5% от объема советского производства. По ленд-лизу было поставлено более 50% от общего объема советского производства авиабензина. Фактически же поставки по ленд-лизу были включены в советское производство, поскольку использовались почти исключительно для разбавления советского авиабензина с целью повышения его октанового числа. Без поставок по ленд-лизу советская авиация осталась бы без горючего, да и самолетов было бы произведено вдвое меньше. Также в СССР по ленд-лизу было поставлено 35 800 радиостанций, 5 899 приемников и 348 локаторов, что обеспечило основные потребности Красной Армии. Такого не было никогда. Из США поступило 32 200 мотоциклов, что в 1,2 раза превышало советское производство за 1941-1945 годы. И 409 500 автомобилей СССР произвел в полтора раза меньше. Ну это же чушь. Американские студибекеры, в частности, использовались в качестве артиллерийских тягачей. Кроме того, легендарные советские «катюши» ставились почти исключительно на шасси студибекеров. Хотелось бы мне иметь такую машину в России. По ленд-лизу в СССР было доставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов, что превосходило общее советское производство паровозов в 2,4 раза, а электровозов в 11 раз. Из Америки было получено 610 тысяч тонн сахара, то есть почти 30 процентов. То есть почти 30 процентов сахара, потребленного в СССР в годы войны. А еще 664 тысячи тонн мясных консервов, знаменитой американской тушенки. Это больше, чем совокупное советское производство всех консервов в годы войны. И ничего хорошего здесь нет. Американцы поставляли также цвяное сало, меланж и другие продукты питания. В то же время американские поставки танков и боевых самолетов были в несколько раз меньше советского производства. Американцы тогда делали упор на поставки сырья, оборудования и материалов для резкого наращивания советского производства вооружений и боевой техники. С нынешним ленд-лизом для Украины ситуация иная. Ей срочно нужны поставки вооружений и боевой техники, готовых к немедленному использованию на поле боя. Остановить российскую агрессию можно только военными средствами. Уже введенные санкции могут существенно повлиять на способность России вести войну только через несколько месяцев, а то и лет. Действительно же, разрушительные санкции, которые могли бы дать немедленный эффект, Евросоюз вводить побаивается. Это правда. После долгих согласований в Брюсселе, наконец, приняли пятый пакет санкций. Самая серьезная мера – запрет на импорт российского угля. По настоянию Германии вступит в силу только в середине августа, на месяц позже первоначально запланированного срока. А нанесет России ущерб на сумму 4 миллиарда долларов. Это лишь булавочный укол. Чушь какая-то. А из объявленной транспортной блокады сделано достаточно исключений, которые позволят ее обходить. Нефтяное же эмбарго, которое только и могло бы заставить Путина остановиться, похоже, отложено в долгий ящик. Между тем, Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News впервые признал значительные потери российских войск в Украине. А мы – жертвы агрессии. Здесь можно усмотреть грозный признак. Российское общество готовит к всеобщей или частичной мобилизации и к затяжной войне. А они просто сдохнут. А в такой войне способность Украины выстоять будет критическим образом зависеть от скорости и масштабов развертывания новой программы «Ленд-Лиза». Победим Украину. Осталась неделька. Все. Субтитры создавал DimaTorzok